Здравствуйте! С вами научный экспресс фонда Траектория. Сегодня на этом экспрессе с вами еду я, Ольга Новицкая, заслуженный профессор Московского государственного лингвистического университета и художественный переводчик. Тема нашего с вами путешествия, на котором будет шесть остановок, естественно, перевод. О переводе я могу говорить бесконечно, потому что занимаюсь им всю жизнь, и перевод окружает нас, особенно сейчас в современном мире, таком многоязыком. Но, как выясняется, люди знают крайне мало о том, что такое перевод, и даже приблизительно не представляют себе, чем занимаются переводчики и из чего состоит их работа. На нашем пути мы с вами поговорим о том, что есть перевод, о том, что он привнес в нашу жизнь. В нашу, я имею в виду, в жизнь всего человечества, потому что благодаря переводу мы обрели удивительные вещи. Именно благодаря переводу человечество обрело свое научное и культурное бессмертие. Мы также поговорим о том, каким удивительным вещам научился перевод в 20 веке. Я надеюсь, вам будет интересно. Поехали! Итак, лекция первая. В этой лекции мы поговорим о том, что есть перевод. Называют перевод по-разному. Кто-то называет его высоким искусством, кто-то называет его лингвистическим экспериментом, а кто-то называет его надувательством, потому что вы имеете дело с результатом переводческого труда, очень часто не представляя себе, как далеко переводчик ушел от оригинала. То есть вы становитесь заложником его добросовестности в данном случае. Вы рискуете, естественно, как потребитель, но и переводчик рискует, потому что он может вам не понравиться, он может вам не угодить. И эта история такая обоюдоострая, очень непонятная. Наверное, поэтому на картинке, которую мы видим, она как нельзя лучше отражает запутанность, запутанный характер отношений переводчика и оригинала. Потому что, с одной стороны, переводчику необходимо как можно лучше разобраться в том, что представляет собой оригинал, понять его так, как понимает его носитель. А любой текст представляет собой, даже самый, казалось бы, простой, представляет собой на редкость многослойную структуру, никак не рассчитанную на то, что она будет переводиться. И, поняв её, он обязан донести её до конечного потребителя, до конечного читателя, никак не расплескав вот это своё понимание, но сделав его таким, чтобы носитель не догадался о том, что это перевод. Возможно ли это? Если мы посмотрим на то, что значит перевод по словарю, то будет понятно, что само по себе слово крайне многозначное. Но кроме того, что есть всякие шутки насчёт того, что перевод может означать и какое-то нецелевое использование чего-то, вроде перевода времени, перевода денег, перевода, зряшнего перевода усилий, что может стать весьма обидной историей для переводчика. Перевод разом означает и конечный продукт деятельности переводчика, и саму деятельность, и процесс. И вот уже по сложности понятия видно, что дело это крайне непростое. И получается, словарь нам тут, вот даже мы столкнулись с такой простейшей вещью, мы хотим уточнить значение, а словарь, оказывается, не столько объясняет нам, сколько путает нас, потому что слово не живёт вне языка, как выясняется. И вот если мы продолжим размышлять в этом направлении, то у нас возникнет огромное количество вопросов, часть из которых сейчас выведена на экран, кто может быть переводчиком. Достаточно ли для того, чтобы быть переводчиком, просто знать иностранный язык, или его надо знать как-то по-особому, по-переводчески. Нужно ли специально учиться тому, чтобы стать переводчиком? Может ли переводчика заменить искусственный интеллект? Если переводчик живёт на два языка, работает на два языка, вы же понимаете, что в этой паре не может быть равного владения двумя, тремя, четырьмя языками. А какой язык оказывается для переводчика главным? И это только малая толика вопросов, на которые, возможно, нам предстоит ответить в курсе этих лекций. Ну, понятно, что просто слегка знать иностранный язык, при этом называть себя переводчиком, вряд ли удастся. Вот на этой довольно смешной картинке видно, что разговаривают два человека, говорящая по-испански девица и пытающаяся переводить с испанского на английский. Другая девица, которая в результате своего перевода, очевидно основанного на просмотре безумного количества мексиканских мыльных опер, обычное испанское «привет» переводит просто в такую мелодраматическую плоскость, что после этого дела людям остаётся только разбежаться. Не зря надпись на этом слайде гласит «Не убивайте меня, я всего лишь переводчик». С переводческими ошибками люди сталкиваются довольно часто. Это стало общим местом ругать переводчиков и как-то не очень им доверять. Но, поверьте мне, это безумно, безумно сложно. То, что перевод текста и перевод слов, составляющих этот текст, это разные истории, люди поняли очень давно. В данном случае сумма не равна вульгарно сложенным между собой слагаемым. По этому поводу существует масса шуток, иногда обидных, иногда злых. Вот есть итальянская поговорка, скороговорка, насчёт того, что переводчик – это предатель традиторы. Есть немецкие и итальянские такие бон-мо высказывания о том, что переведённая книга – это книга убитая или раненая. То есть всегда переводчика подозревают в том, что он не чист на руку, всегда считается, что перевод непременно должен быть хуже оригинала или как-то от него отличаться. Есть очень обидная для русскоязычных переводчиков, но довольно складная фраза насчёт того, что перевод – он как жена, если красив, то неверен, если верен, то некрасив. Слушать это всё, конечно, не сильно приятно. Куда интереснее поговорить о переводе немецкими словами удивительного филолога и собирателя немецких сказок Вильяма Гримма. Вы наверняка слышали о знаменитых братьях Гримм, кроме того, что Вильям и Якоб были собирателями немецких сказок, они были ещё и преизрядными филологами. Так вот, Вильям Гримм сравнивал процесс перевода с путешествием на корабле, когда переводчик, как шкипер, ведёт свой корабль к другому берегу, где он позволит своему читателю вдохнуть другой воздух и очутиться на совсем другой земле. Мне эта метафора, честно говоря, намного больше по сердцу. О том, что перевод – это очень трудно, люди поняли удивительно рано. Наверное, самый первый из самых первых переводчиков, которых мы знаем, был блаженный Иероним Стридонский, который канонизирован как католической, так и православной церковью. Он был переводчиком Библии с древнееврейского и греческого языков на латынь оригинальных библейских текстов, составивших знаменитую вульгату. Если вы видите, этот удивительный автор, которому, кстати, грозило отлучение от церкви за то, что житие святого Антония было им переведено не так, бьётся не только за свою жизнь в данном случае и не только за свою веру. Он бьётся за идею и очень во многом опережая своё время говорит о невозможности буквалистического перевода, который уродует любой текст, лишая его смысла, заглушая этот смысл, подобно тому, как сорняк заглушает семя. И он даже предлагает тут дословно переложить Гомера, перевести его, даже не переводить, а просто своими словами пересказать его, пусть на том же самом греческом, и красноречивейший из поэтов превратиться в какого-то колченогого недоумка. Поэтому так важно, чтобы переводчик не уходил в дословный буквальный перевод и заканчиваются эти письма к помахию удивительным воплем, который совершенно не теряет актуальности в наше время. Пусть другие гоняются за слогами и буквами, ты же, ищи смысла. Можно попробовать позвать на помощь современное переводоведение. Переводоведение – это наука о переводе, дескриптивная наука, описывающая перевод и его современное состояние. И один из основоположников переводоведения выразил эту мысль таким образом. «Перевести» значит выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее средствами другого языка. Но и тут мы оказываемся среди очень неточных категорий. А что значит верно и полно? А как это измерить? Верно это или неверно? Кто это знает? Полно это или недостаточно полно? Все остальные определения перевода грешат ещё большей свободой и ещё большей метафоричностью. Например, Чуковский утверждал, что перевод – это всегда автопортрет переводчика. С этим не поспоришь, но это значит, что переводчик, по мнению Чуковского, непременно должен подмешивать свою прекрасную личность к тексту оригинала. Но в этом случае переводчик таки становится соавтором. Кто-то утверждал, что перевод – это сакральная жертва, а кто-то, что перевод – это всегда комментарий, потому что огромная часть переводческих усилий остаётся за бортом и всегда есть соблазн поговорить о них дополнительно. Кроме того, в 1957 году английский филолог Томас Ивари сформулировал знаменитые 12 парадоксов перевода. Вот сейчас вы их видите на экране. Они, будучи парадоксами, провозглашают взаимоисключающие истины. С одной стороны, перевод должен содержать слова оригинала, с другой стороны, он должен передавать идеи оригинала, с одной стороны, перевод должен читаться так, словно это работа, написанная на языке оригинала, с другой стороны, перевод непременно должен читаться как перевод. С одной стороны, перевод должен отражать стиль оригинала, с другой стороны, перевод должен отражать стиль перевода и так далее и тому подобное. То есть вы видите, вся эта история крайне непроста. Человечество до сих пор не может договориться, как же именно ему переводить. И тем не менее переводит, переводит и переводит. Несколько лет назад вышла удивительная книга о переводе, написанная итальянским культурологом и писателем Умберто Эко. Книга называется «Сказать почти то же самое». И остроумнейший и парадоксально мыслящий автор в этой книге говорит о абсолютной невозможности оригиналу и переводу слиться воедино. То есть это всегда история про Ахиллеса и черепаху. Это всегда история о неком зазоре, который будет присутствовать. То есть всегда предполагается некий компромисс, некая система компенсаций. И, как утверждает Умберто Эко, мне эта мысль чрезвычайно близка, если бы перевод касался отношений между двумя языками в смысле двух семиотических систем, тогда основным, непревзойденным и единственным примером удовлетворительного перевода был бы двуязычный словарь. Ну правда, а что точнее? Получается, что сколь бы удачным не был перевод, при переводе всегда говорится почти то же самое. Проблема этого «почти» является центральной в поэтическом переводе, потому что, поскольку размер почти не оговорен, иногда это «почти» может разрастаться до таких размеров, что оригинал и перевод начинают связывать между собой отношения уже такого морального долга, как отношения супругов, которые не очень любят друг друга, но живут друг с другом ради детей. И тем не менее переводят. То есть получается, вроде бы история заранее обреченная на неуспех, но переводят. Почему? Вилен Наумович Комиссаров, еще один знаменитый переводовед, такой же знаменитый, как Федоров, которого мы уже цитировали выше, утверждал, что перевод представляет собой гигантский естественный лингвистический эксперимент, в ходе которого языки сопоставляются, заменяют друг друга в коммуникации благодаря важнейшему лингвистическому принципу частичной семантической общности языковых единиц и наличию лингвистических культурологических универсалей. То есть, в чем смысл? В том, что в нашей с вами жизни, к каким бы культурам мы не принадлежали, есть какие-то единые понятия, универсалии, которые мы с вами разделяем. А так ли это? О том, что, казалось бы, наличие таких очевидных универсалей в ряде ситуаций может оказаться достаточно спорным, я вам сейчас расскажу. Вот несколько лет назад в Норвегии была начата программа по переводу, новому переводу, перепереводу трудов классика норвежской литературы Генрика Ипсона. В этот проект были вбуханы огромные деньги и огромное количество усилий. Генрика Ипсона предполагалось переводить на 8 языков арабский, хинди, испанский, фарси, китайский, японский и русский. Все это делалось под патронатом Норвежского министерства культуры и Норвежского министерства иностранных дел. Огромная программа и раз в определенный отрезок времени переводчики должны были собираться вместе для того, чтобы обсуждать, как движется проект и какие трудности возникают у них в процессе перевода. Возникшие трудности как раз наиболее интересная история, потому что трудности, которые возникли, оказались совершенно непредсказуемыми. Например, когда речь шла о переводе пьесы Геда Габблер, японская переводчица вдруг заинтересовалась отношениями между двумя героинями. Они учились в одной школе, но одна из героинь несколько старше другой. И вот японскую переводчицу невероятно интересовал возраст этих героиньев. Вот может ли им быть 32 и 34, а вот 32 и 35, может или нет? И когда остальные недоуменно пожимали плечами и как-то про себя думали, ну а какая разница, она говорила, ну неужели вы не понимаете, что я не могу двигаться без этого дальше? А почему? А потому, что в японском, так же как в корейском языке, есть специальные формы вежливости. Речь идет не о глаголах во множественном числе и не о местоимении «вы». Это принципиально иные слова, это принципиально иные конструкции. И если одна героиня признает в другой безоговорочно старшую, она должна с ней совершенно по-иному говорить, даже если это бывшие соученицы. Также в той же самой Геди Габблер есть такой момент дружбы между мужчиной и женщиной, дружбы, сотрудничества. Оказалось, что арабский язык абсолютно не поддерживает эту тему на уровне языка. Поговорить на арабском о дружбе между мужчиной и женщиной совершенно невозможно, потому что всегда предполагается некий любовный подтекст, любовный интерес. Но интереснее всего была история с китайским переводчиком, которого заинтересовало слово «ничто», возникшее в определенном контексте. Он хотел узнать, какое именно «ничто» имеется в виду. И когда спросили, ну, ничто и ничто, судя по всему, обсуждалось это все на норвежском, общем языке всех этих переводчиков, он сказал, ну, простите, но в китайском языке ничто, можно сказать, пятью разными способами, это будут абсолютно разные ничто. То есть блестящая, казалось бы, идея о какой-то идентичности универсалей, существующих в разных культурах, она не всегда работает, а переводить все равно надо. Итак, до чего же мы договариваемся? Мы договариваемся до того, что специфика перевода в его двуязычном характере всегда есть исходный текст и всегда есть результат перевода. И при переводе устанавливаются очень интересные отношения между исходным текстом и переводящим текстом. Это отношение коммуникативной равноценности. Коммуникативная равноценность предполагает, что в функциональном, в содержательном и в структурном смысле один текст является полным аналогом другого. Это очень важно. То есть до этого мы договариваемся. Речевое произведение существует в двух ипостасях, текст для автора и текст для получателя, но при переводе они равноценны. Кроме того, перевод – это миссия. Это возможность людям лучше понять друг друга, лучше узнать друг друга. И поэтому сейчас мы не говорим о переводе с языка на язык. Мы говорим о переводе между разными культурами, что невероятно важно и что в корне меняет ситуацию. Поэтому этим интересно заниматься и этому вполне можно посвятить всю свою жизнь. На сегодня у меня всё. Увидимся в следующий раз. Подписывайтесь на канал фонда Траектория, ставьте нам лайки. И до новых встреч. На следующей остановке наш экспресс поговорит с вами о том, что получило человечество благодаря тому, что есть перевод. Продолжение следует...